Здравствуйте и добро пожаловать к нам! Сегодня тема нашего дня – как появился праздник Пурим и почему с наступлением месяца Адар умножают радость, а с наступлением месяца Ав убавляют радость. Пишется в наших святых книгах, что с наступлением месяца Адар умножают радость и учат нас, мудрецы, нет ничего в мире случайного и всякое время имеет уникальный характер и особые свойства. Если первый и второй храм был разрушен 9 Ава, это знак того, что начало месяца Ав – это время, чреватое бедствиями. А если чудо Пурима произошло в середине месяца Адар, из этого следует, что месяц Адар обладает особым качеством, способностью обращать зло в добро. И когда зло превращается в добро, то радость увеличивается и становится полным. Так было и в Пурим. Всевышний обратил зло в добро и спас он свой народ Израиля. И мы поняли, все, что есть в мире, даже зло, в конце концов, обернется добром. Чем крепче будет наша вера, тем самоотверженнее мы станем изучать Ору и вскоре настанет избавление. И всякое зло превратится в добро. А поскольку месяц Адар обладает особым свойством – это обращать зло в добро, то с наступления месяца Адар умножают радость. Мудрецы дают еще один важный совет. Если еврей ведет чашбу или заключает сделку с иностранцем, если он заключает эту сделку в месяц Адар, то пусть избегает этого месяца. И не заключает сделки, так как в это время успех отворачивается от евреев. Лучше всего вести подобные дела в месяц Адар, когда евреям улыбается удача. И вообще, как появился праздник Пурим? В середине XIV века до н.э. самой могущественной державой в мире была Персидская империя. Она простиралась от Индии до Эфиопии и включала в себе также страну Израиля. Столица Персидской империи был город Сузы – это Шушан. И она была одновременно и главным центром еврейской общины. Властитель империи царя Хашвирош был без ума от красоты евреки Истейр. И взял он ее в себе в жены. А ее двоюродному брату Мурдыхаю вручил один из самых важных постов в государстве. Тем не менее, Аману, наиболее приближенному к Хашвирошу царедворцу, удалось убедить царя в необходимости истребить весь еврейский народ всего мира в один день. И когда? Это 13-го числа, месяц Адар следующего года. Над евреем, жившими в империях Хашвироша, нависла смертельная опасность. Но Всевышний, по великой милости своей, разрушил замыслы Амана и обратил их против него самого. В результате, по приказу Хашвироша, Аман был казнен. А евреям было разрешено истребить своих врагов в назначенное время Амана. И это 13-го числа, месяц Адара. И теперь вторым после царя человеком в империи стал Мурдыхай. В память о том чуде, мудрецы Торы того поколения установили, что 14-го Адара, когда евреи праздновали победу над своими врагами, навечно следует сделать этот день праздником. И этот праздник стал называться Пурим. И в каждый год с наступления месяца Адар увеличивают радость. Мещенеханас Адар Марбимбасимха. И когда в Иерусалиме стоял храм, в нем совершали жертвоприношения. И в месяц Адар каждый мужчина жертвовал половину шекеля для покупки общественных жертвоприношений. В память о том, принято в месяц Адар перед праздником Пурим давать особую цедаку, называющуюся Махацит Ашеки. Глава семьи дает Махацит Ашеки за каждого члена семьи. И сумма Махацит Ашеки на сегодняшний день это приблизительно 25 шекелей на каждого человека. Наиболее распространен обычай давать за детей Махацит Ашеки до тех пор, пока они не обзаведутся собственной семьей. Спасибо, что были с нами. И с вами до следующего раза Даниэль Исраилов.